Исходя из этого, вот тут распускают слухи о том, что призвали в Кремль Александра Георгиевича Дугина, еще одного человека прозорливого, он просто чуть помоложе был, Александра Георгиевича Параханова, чтобы наконец создать новую идеологию России. Александр Георгиевич, я спросил уже вот там в тайном помещении, заперевшись, было ли такое, и он ответил мне следующее. Были ли вы в Кремле Александр Георгиевич? Я тебе ответил, что не просто я был в Кремле, но я оттуда и вышел из Кремля, оставив там эту идеологию. Потому что, видишь, конечно, вот это ниспадение вот этой синусоидой русской истории, связанной с крушением Советского Союза, это было и ужасно, и прекрасно, потому что я был свидетелем этого. И в 91-м году, в августе, я испытал реликтовый животный ужас. Я не мог понять его природу, но это была вот эта ночь, когда там громили эти памятники, утром, когда вот били, ночью били эти вот постаменты для будущих рок-ансамблей, что там эшафоты строят. Я испытал чудовищный страх, который я раньше никогда не испытывал, ни в детстве, ни в снах, ни на этих войнах, треклятных. Я думаю, что же это был за страх теперь? Я понял, это был страх человека, увидевшего конец великой тектонической эпохи. Это был ужас от завершения громадного времени. Но ведь это время, оно кончилось, и оно начало свое восхождение. Поэтому сладость вот этой моей жизни, в связи с тем, что мне было дано увидеть завершение великого времени, великого времени завершения, я видел то дно, куда опустилась русская история, в очередной раз свой, вот в эту черную дыру, в черную бездну. Я был там, на дне этой бездны. И потом я видел, как опять волю таинственных законов русской истории, или русского чуда, Россия опять стала подниматься. Она опять поднимается, она поднимается в скрежете, она поднимается в слезах, в крови, в соплях, во лжи, она поднимается. И поэтому вот эти вот властные чины, они чувствуют, что что-то происходит. Они хотят этому происходящему дать имя, освоить это. У них нет ли этого ресурса? Они обращаются к людям, художникам, и к Дугину, и к Прохану, к Газборгскому клубу, к которому ты относишься скептически. К будущим его членом. А? Будучим. Это же, это и есть самоподрыв, конечно, вызывай огонь. То есть, на себя. Они обращаются к этому, это очень хорошо. И поскольку мы постоянно думаем об этом, мы постоянно живем в этих ощущениях, мы чувствилище, мы видим эти гулы русской истории, мы их формулируем. И вот, например, повторяю, в изборском клубе было создано такое учение под названием «Симфония Пятой империи», который рассказывает о возникновении сегодняшнего государства, как о неизбежности русской и чудесном механизме его создания. Или веручение русской мечты, который рассказывает о том, что в недрах русского народа, например, всей его истории, от волхвов до Сталина, живет образ вот этого идеального бытия, царствия небесного. И этот образ подтверждается каждую эпоху, и всей русской словесности, русскими космистами, Петровыми водками. И вот это вероучение русской мечты, это есть идеология. Каким бы ни было это государство, каким бы оно ни было запущенным, а в глубинном народе этот идеал, эта фреска живет. Или учение о русском ковчеге, ковчеге спасения, или идеология русской победы, которая говорит о том, что вся русская история победна. Она победна. Она победна не только потому, что в эту победу влились все военные победы, великие, неизвестные, где-то там на колецах, которые случались. Эту победу влились и победы русской иконописи потрясающие, небывалые, и русской архитектуры потрясающие, и русской музыки. Но победность русской истории стоит в том, что она каждый раз, проваливаясь в бездну, она из нее поднимается. Она каждый раз одержит победу над этой тьмой. Эти победы не завершение, они промежуточные победы. И они ведут к победе побед. Они ведут вот к этой фреске, они ведут к этой мечте. Они ведут к тому, ради чего русская синусоиды постоянно воскресают и превращаются в сегодняшний день в пятую империю. И эта победность, ее нужно прослеживать везде, и на Донбассе. Надо ощутить, что Россия перешла в контратаку. Она после чудовищного поражения, когда врукопашно ее зарубили саперными лопатками в окопе в 1991 году, она медленно и таинственно необъяснима. Не с точки зрения элит, не с точки зрения трансформации путинского сознания. Там есть какая-то огромная русская тайна, которая каждый раз соединяет эти разорванные периоды русской истории. Этот световод русской истории постоянно рвется, его постоянно чудо соединяет. И это происходит сейчас. И осмыслить сегодняшний процесс, сегодняшнюю драму, ее можно ведь, послушаешь, действительно много истерик, много проклятий, много заблуждений, много недовольств. Ни те бронежилеты, ни та каска оставили этот город, не разбомбили мосты, свинства, средства массовой информации. Все так. Но не надо забывать, что сквозь света идет две неизбежные русские контратаки, восхождение. И вот об этом, о всем говорят наши мыслители. И они есть, слава тебе Господи, что они есть. И к этому прислушивается власть, им интересно это знать. Продолжение следует. Продолжение следует.